друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать некоторые интересные моменты напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж вчера мы с вами по горячим следам обсудили вчерашний ролик о колесниковых да где лёшка нам пытался показать а что же чем же его дети были заняты на 1 сентября что самое интересное да как я сказала в своем обзоре что можно было бы собственно колес похвалить за такое вы знаете вот прям вот такие молодцы прямо день в день да решили показать чем же они занимаются на 1 сентября но опять же лично мне показалось очень странным и очень подозрительным именно та ситуация друзья мои что колесников почему-то от чего-то не заснял поход детей в школу хотя сам кричал о том что я многодетный отец завтра бедный несчастный на 1 сентября буду просто на разрыв потому что трое детишек в трех разных школах и мне же одному типа не разорваться в общем как я сказала вчера да о том что либо либо вообще дети никуда не ходили либо собственно все что показывал лёшка вчера это вовсе и не было первое сентября а были консервы до старые ролики которые лёшка выложил в аккурат на 1 сентября вы знаете читаю комментарии на их канале сегодня и просто друзья мои диву даюсь насколько же обозать обожатели семейства колесниковых как всегда в ударе комментарий следующего содержания здравствуйте кто бы чтобы не говорил родителям виднее все живут посредством папа молодец в любом случае не все такие есть намного хуже родители никогда своим детям не желают плохого вера это их выбор сколько детей рожать это тоже их выбор это их жизнь семья вы молодцы удачи вам и здоровья деткам мы тоже многодетная семья у нас пятеро детей и никто не вправе никому указывать как жить ну что ж друзья мои такой казалось бы достаточно большой комментарий который восхваляет таких же да таких же колесниковых да ну и собственно пишут видимо точно такие же которые точно так же как и колеса старшие привыкли сидеть на заднице ровно ничего не делали и тоже живут по принципу дал бог зайку даст и на лужайку да лучше ничего не делать сидеть и жить за счет налогоплательщиков будем жаловаться будем прибедняться мы бедные несчастные но вы что вы что вы вот эта белая кость голубая кровь на работу никогда не пойдет что мне хочется сказать по этому поводу ну что касается веры все все мои зрители знают прекрасно что я говорю относительно веры и относительно семейства колес то что вера к этому семейству вообще не имеет никакого отношения абсолютно то есть это просто люди которые прикрываются верой никакие они конечно же не верующие верующий человек никогда не бросит животных да не будет так по-скотски относиться к людям с таким знаете высокомерием с таким ужасным отношением вот такие вот неблагодарные колеса мне вот нравится да все вот родителям виднее они живут посредством знаете если бы колеса старшие жили бы посредством они бы никогда не взяли бы такую ипотеку с таким платежом да ведь что сделал лёшка лёшка посадил в буквальном смысле слова свое семейство на хлеб и на воду до дешманскими пустыми макаронами кормил лишь бы только свое эго удовлетворить и взять ипотеку ведь когда он ее брал и озвучивал да какой будет ежемесячный платеж все тогда крутили у виска и говорили то что с ума сошел да опять же сегодня ютуб есть завтра ютуба нет да что произошло монетизацию российского зрителя убрали а это сразу разом минус 80 процентов от зарплаты и что и что видели дети здесь за эти несколько лет пока лёшка решил выплачивать ипотеку а ничего дети не видели и ничего дети больше не увидят разве это жизнь посредством когда ты обрекаешь всех членов своей семьи на полуголодное вот такое вот существование да но здесь еще повезло что есть некая просрочка и дети все-таки иногда что-то доедят но опять же лёшка ведь тебе то ни в чем не отказывает и на работу идти он не собирается где он работает пишут папа молодец в любом случае не все такие есть намного хуже а мне всегда интересно а почему люди равняются на тех кто хуже да а почему ведь нормальные адекватные люди никогда не будут равняться на каких-то асоциальных личностей да на каких-то там алкашей тунеядцев и так далее нормальный человек всегда будет стремиться к лучшему и это просто прекрасно да когда человек думает да а ведь мне надо квартиру побольше ну или дом побольше да а еще новую машину а еще отвезти родню свою до свою семью куда-нибудь там свозить в отпуск а еще что-то хорошее купить а еще деткам помочь а еще дать образование и так далее и вот это нормально нормально стремиться к лучшему а не опускаться ниже и ниже да и потом есть намного хуже с кем вы сравниваете кто может быть хуже опять же да ну далее вера это их выбор я уже сказала сколько детей рожать это их тоже выбор это их жизнь семья вы молодцы да мы тоже мол многодетная семья и никто не вправе никому указывать как жить вот здесь хотелось бы отметить особенно да опять же что Ну, значит, никто не вправе никому указывать. Здесь я как бы согласна, что никто не вправе кому-то указывать, как жить. Но опять же, да, опять же, это если вы идете, да, по улице, грубо говоря, встречаете какого-то человека, которого вы знать не знаете, а он вам говорит вдруг ни с того ни с сего, слушай, а тебе надо жить вот так-то, так-то, тебе нужно работать там-то, там-то, тебе нужно рожать столько-то, столько-то, да, и так далее. Вы посмотрите на этого человека, скажете, ну, ты что, ненормальный, да, какое право ты имеешь мне указывать? Но здесь-то другая ситуация, здесь они выставляют на всеобщее обозрение свой сериал каждодневный, да, каждый день выходят определенные серии, которые смотрим мы, зрители, и мы просто высказываем свое мнение и делимся этим мнением в обзорах, в комментариях, в роликах и так далее. Причем тут кто-то кому-то указывает, да. Люди высказывают свое мнение, и опять же, вот посмотрите, всегда двойные стандарты, да, то есть, когда они прибегают на мой обзорный канал, не зная меня, не зная мою жизнь, не зная мою семью, они мне кричат, а ты, а ты родила столько детей? То есть, они, не зная человека, указывают, ты типа рот будешь открывать тогда, когда родишь, как Светка Колесникова, да, 7, там, или 8, или 10 детей, и только тогда тебе мы дадим право открывать свой рот. С какой стати, мне просто интересно, что это за дискриминация, да, кто это тут будет кому-то указывать, сколько там рожать детей, рожать или не рожать вообще, да. Или когда они прибегают на мой обзорный канал и кричат, а вы, да, и мне, и моим зрителям, а вы вообще кто такие? А вы покажите себя. То есть, значит, нам указывать можно, а колесам, которые свою жизнь продают каждый день на Ютубе, указывать нельзя. И опять же, лично я не указываю. Я делаю обзор по факту увиденного и услышанного и высказываю свое мнение, да, относительно той или иной ситуации. Я же не говорю, что мое мнение, да, это истина в последней инстанции. Нет, ни в коем случае. Я не пытаюсь кому-то навязать свое мнение, да. Я высказываю то мнение, которое у меня есть на той или иной ситуации. Далее. Далее, друзья, мои интересные комментарии, которые волнуют тоже меня. Я тоже не раз задавалась этим вопросом. И мои зрители тоже. Но этот комментарий на канале у колес. Интересно, как вы весь свой клам из дома поместите в этой квартире. Вот да уж, действительно. Хотелось бы знать, как, ребят. Я боюсь себе представить, насколько они засрут и эту квартиру, когда туда переедут. Если все-таки этот переезд, это великое переселение, да, народа состоится. Кто-то пишет, 1 сентября для детей должен быть праздник. А вы и в этот день лишаете праздника детей и загружаете своим ремонтом. Бедные детки ничего хорошего в жизни не видят. Ребят, а ведь так оно и есть. Дети у них за это лето вообще ничегошеньки не увидели. Если в предыдущие года, да, там, по крайней мере, хотя бы ездили, опять же, на речку, на озеро, да, были у них какие-то аттракционы, вот эти бесплатные билеты, которые выдавали им бесплатно, да, как многодетным в парк аттракционов, то здесь дети вообще ни черта не видели. И черта не увидят. Благодаря таким родителям. Так вот, мне интересно, в каком смысле, да, с какой стати, вернее, здесь можно петь дифирамбы этим родителям, которые, кроме как родить, больше, к сожалению, ни на что не способны, да. Да, родить любой дурак может, опять же, если, ну, если у тебя с этим делом, как говорится, полный порядок, да, а вот что-то дать детям, дать какую-то, как говорится, да, у нас в простонародье путевку в жизнь, вот это стоит дорогого. Когда для родителей ребенок – это, это целая жизнь, вот это прекрасно, да, когда ты его не только любишь, а нацеловываешь своего ребенка, да, вкладываешь в него любовь, заботу, но еще и пытаешься сделать так, чтобы у ребенка все в дальнейшем сложилось к лучшему. Когда ты вкладываешь в своего ребенка, да, и финансово, и всяко-разно, и так далее. Здесь же мы даже близко этого не видим. Далее пишут зрители на канале Колес, лучше бы школу поснимали, кому интересна ваша стройка, одно и то же. Кто-то пишет, мне интересно, не нравится, не смотрите. Причем тут смотрите, не смотрите. Опять же, мы не всегда смотрим то, что нам нравится. Иногда смотрим и то, что нам не нравится, да, но и опять же, был бы этот праздник, было бы 1 сентября, конечно, было бы интереснее посмотреть на 1 сентября, нежели на вот эту вот непонятную квартиру, да, в которой там Лешка демонстрирует нам свои или не свои ремонты. Кто-то задает вопрос, как 9 человек поместятся в квартире, я не представляю. Ну, опять же, да, мы все прекрасно помним, что они жили, значит, как раз-таки, да, жили они восьмером, да, когда их было 8 человек, они жили в есентуках, в доме, где было всего-навсего 2 комнаты. Причем одну комнату, спальню занимала Светка вместе с Лешкой, в другой комнате жили дети в шестером. Просто вдумайтесь, целых 6 человек, да, разнополых детей жили в одной комнате. Поэтому по поводу того, как они там будут умещаться, я думаю, тут, знаете, проблемы не будет для Колесниковых, это точно. Но кто-то уже все распланировал за Колеса. Не сегодня-завтра пишет одна, Максим женится и уйдет, Анжела выйдет замуж, уйдет, все влезут, я уверена, у наших, мол, родителей столько-то, столько-то детей, и все мы жили там, 10 детей в двух комнатах, а вы говорите, как они поместятся в четырех комнатах. Ребят, я вот, знаете, мне так нравится, а вот мы, а вот у нас 50 лет или 60 лет тому назад. Ну, так-то на минуточку, уже 21 век на дворе, да, и я, если честно, все равно не понимаю, да, как можно вот так вот бездумно рожать детей, не думая о том, как потом этих детей вообще где-то даже размещать, даже элементарно какие-то условия вы создать не в состоянии, но кулаком себя в грудь бьете, а мы вот рожаем и будем рожать и так далее. Ну, рожайте, как говорится, да. Только кому вы от этого делаете хуже? Обществу? Ну, в первую очередь вы делаете хуже своим детям, которые потом чувствуют себя всю жизнь ущербными, потому что вот у Пети, да, который там один или двое или трое их в семье, да, у Пети есть все, для него родители стараются, да, у Маши есть все, а вот у таких, как семейство Колесниковых, нет ни черта, да, и дело не в том, что это многодетная семья, нет. Нет, опять же, семья семье рознь, да, мы все это прекрасно понимаем. Есть многодетные семьи, где родители нормальные, адекватные, которые действительно стараются для своих детей, которые действительно понимают и осознанно рожают своих детей. А есть вот такие, как Колеса, которые лишь бы родил, да, а там после нас, как говорится, хоть потоп и ничего страшного, как-нибудь сами выплывут. И вы знаете, когда вот расписала вот эта вот женщина, а ничего страшного, Максик там, значит, уйдет, женится, да, мне интересно, а куда Максик должен уйти, жениться, обычно все-таки, как ни крути, обычно парни приводят к себе на свою территорию, да, не сто процентов, но, как правило, да, Анжелка куда-то там уйдет, да, прям их там где-то будут принимать с распростертыми объятиями. Мы когда шутим по этому поводу, мы шутим. Я когда шучу об этом в своих обзорах, говоря, что вот Анжелку не как Анжелку сватают, да, я прекрасно понимаю, что Анжелка далеко не подарок, не дай бог кому-нибудь, да, это одно дело, знаете, хомяки нахваливают Анжелку, а я всегда говорю, вот им я и желаю вот таких вот Анжелок в невестке. Я посмотрю, как они будут счастливы вот с такими Анжелками в невестках, да, которая ленивая, которая ни черта не хочет делать, которая наглая хамка, которая исполнится 17 лет, она уже мамашу свою ни во что не ставит, да, мамаша такая же, бедную сестру уже Настю затюкала, прям хамка из хамок, да, которая хамит зрителям на минуточку, на минуточку тем людям, которые им и посылки отправляли когда-то, да, и, значит, тоже денежки им там переводили и так далее. Кому нужна вот такая вот невестка? Неужели кто-то думает, что Анжелка уйдет, да, и будет где-то там жить, выйдет замуж и тут же превратится в работящую там женщину, да, в эту, будет создавать уют, будет стараться, будет заботиться о членах своей семьи? Вы знаете, я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот что-то сейчас никакой прыти от Анжелки не видно. Я, конечно, понимаю, что кто-то скажет, вот, Анжелочка, бедная, несчастная, днями и ночами с этим Ефремом носится. А что с ним носиться? Колеса сами говорили, что он спит 24 на 7. Ефремка. Такая Анжелка спит с ним рядом. Вечно, как Анжелку не покажут, вечно она заспанная, да. Кто ждет такую Анжелку себе, как говорится, в невестке, да, или себе в жены? Я что-то очень сомневаюсь, что за ней будет стоять целая очередь и желающих привезти ее, да еще и на свою территорию. Ну, опять же, если только за нее дадут что-нибудь, да, вот, за Светку дали машину. Ну, если Лешка, конечно же, расщедрится, а это явно не его случай, да, друзья мои, учитывая, какой он все-таки жмот, да, то Анжелка, скорее всего, так и останется жить вместе с мамкой и с папкой. Что касается Макса, ну, опять же, да, это надо, чтобы он все-таки был, что-то из себя представлял, чтобы какая-то девушка захотела на него позариться и притащила бы такой ценный приз на свою территорию. Давайте уж смотреть, как говорится, правде в лицо. Если честно, я в свое время все-таки думала и надеялась, что Максик свалит из этого дома и начнет жить своей жизнью, но этого не произошло, да, опять же, не произошло. Максику вот стукнуло 18, и мне кажется, что в ближайшие несколько лет Максика вообще никуда не свалит. И свалит ли потом куда-нибудь, тоже очень в этом сильно сомневаюсь. Вот мне почему-то кажется, что они так и будут жить абсолютно все вместе, все рядышком. В общем, друзья мои, вот такие у меня новости, как говорится, на сегодня. Вот такие комментарии замечательные пишут на канале Колесниковых, да, как говорится, кто в лес, кто под рова, да, нам с вами интересно, как они там собираются размещаться в этой квартире, да, куда денут все добро, которое Леха со Светкой тащили с собой из Ясентуков, да, значит, собирали по всем местным помойкам Подмосковья, ну, а теперь все это дело надо как-то утрамбовать в четырехкомнатной квартире. Ну, а хомяки Колес, обожатели Колесниковых, как всегда, Колесом поют дифирамбы. Мол, святое семейство святее, как говорится, не бывает, да, как-то так. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok